Смотрю ваши комментарии и упоминания Очень хороший комментарий пришел от Анны Зубакиной Благодарю вас за ваш труд, стараюсь жить по вашим рекомендациям Но это не моя рекомендация, я все время, знаете, я мог бы сказать О, это мое, 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 я, 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 я Это общая человеческая рекомендация, которую я собрал И с помощью своего собственного ума, значит, и разумности Что это, да, работает, и, так сказать, выделил и показал, почему это работает Вот, вот и вся моя, как бы сказать, работа в этом отношении Так, язык был белый, ужасный, аллерголог был в шоке Он думал, был в шоке А что в шоке? Назначил флюконазол пить 6 месяцев Сдала анализы, результат первоначальный Она назначила 5 на полгода Ну, помимо, знаете, вот пришел человек с молочницей Значит, надо разобраться в первую очередь в образе жизни Образ жизни поддерживает эту молочницу А не просто, что мы что-то сейчас направим на эту молочницу Грубо говоря, какое-то там ядовитое там вещество Она ее там начнет уничтожить и все такое Молочница это уже гремница, которая там по всему организму Поэтому, поэтому Надо менять весь образ жизни Начиная там с питания, начиная со своего собственного поведения И, естественно, наводить чистоту в своем организме Потому что грибница существует там, где для этого созданы условия Создайте условия, и, пожалуйста, у вас будет молочница И плюс ее поддерживаете И когда все это вытасает А как же, а это самое А он скажет, ну, вот это вот лекарство Вот, мани-мани-мани-мани И оно сделает все за вас Ну, вот как практика показывает Оказывается, за вас ничего не делается То есть полгода пили И опять результат ноль И еще, значит, полгода пить Что она стала делать? Я стал очистить кишечник правильно Носоглотку и так далее Язык стал розовенький через две недели Чернота ушла с зубов И еще много всего положительного Представляете? Год и две недели Вот если вы правильно берете за что-то Результаты сразу у вас идут А если вы что-то там неправильно делаете Да, оно как было, так и было Кроме что вы это самое Кошелек у вас худеет В 1993 году ушла запланированная операция фибромоматки Размером головки младенца То есть смотрите Не просто там молочница у вас возникает А как правило уже Вот эта грибница Начинает для себя делать Как бы там говорят Плодовое тело что ли Которое как раз в виде В виде вот этой фибромоматки И начинается То есть если особенно там были какие-то там Мешательства или там Прервана там беременность и так далее Дальнейшее развитие вот этой там молочницы И прочее, прочее что там у вас имеется И чернота на зубах Вот это все там Это говорит о том Что она уже начинает под себя делать тело Внутри вашего организма А как только вы лишаете ее Вот этой вот среды всей этой знаете Грязной Из грязи она это черпает Вот это все этот для себя там строительный материал И прочее, прочее, прочее Она сразу же уходит Фиброма матки была размером с головку младенца Фиброма исчезла в течение 6 месяцев То есть ничего там надо Вот понимаете Ну вот хорошо Была бы операция там Эту головку такая Фиброма удаляет А то и матку удаляют Делают вас инвалидом И как говорится Ну и что с вами дальше там Если вы там замужем Без детей Или еще что-то Короче, там такие проблемы начинаются Просто вот головку мы удалили Вот эту вот фибру Ну и все А что дальше с вами будет Никто не говорит Мы удалили, удалили А дальше начинается Там такой шлейф проблем Что это, грубо говоря, не жизнь Значит, она рассосалась В течение 6 месяцев Естественно, не сразу все рассасывается Далее Значит, в 1997 году Избавилась от хронической Фолликулярной ангины По сей день То есть, вы знаете Вот когда Я ваши комментарии читаю Фолликулярная ангина И так далее Там смотрите Там малую Вот, вот Как бы сказать Вот вы проследите Вот за этим письмом Что там начинает Гребница Которая проросла во всем организме Далее Она начинает формировать Под себе уже Плодовое тело И где? Да естественно В тех органах Где образуется жизнь И не где-нибудь там она Грубо говоря Там В каком-то месте А именно в матке Самое такое место Где, знаете Вот эта вот Жизнь зарождается И поддерживается Вот она туда и лезет Значит В матке Раз Плюс Фолликулярная ангина А что такое Фолликулярная ангина? Это говорит о том Что гноеродная инфекция Тут у вас Постоянно была Там Помимо того Что она В гландах У вас Она Эта инфекция Вообще В крови Вообще В крови В вашей крови То есть Тут Выступает Целый Как бы сказать Конгломерат Всех этих Паразитов Вот этих Микропаразитов Даже мы не будем Брать там Глистову И так далее Микропаразитов Бактерий Грибков Которые Пойдом Жрут Организм Чтобы возникла Фолликулярная ангина Чтобы возникла Вот тут опять-таки Анна Она не подчеркивает А я уже как Ну и что Извините Светоч народной медицины И здорового образа жизни Я уже должен Так сказать Что следствием Всего этого Вот Хорошо Если она Еще разок Напишет письмо На мой комментарий Следствием Всего этого Первопричинами Было Неправильное питание С самого детского возраста Это значит Там было Что-то сладенькое Какие-то булочки Сладенький чаек Там Кофеек С булочками Со сдобами Там С плюшками Печенюшками И так далее И так далее И так далее И так далее Которые Вот такая вот Сладкая жизнь Становится В конце концов Горькой Все это начинается И для того Чтобы от этого Избавиться Естественно Надо поменять Образ жизни В частности Питание То есть Не надо там Травить организм Как бы сказать Питаясь Выковырить Вот эту Всю эту инфекцию А наша задача Лишить Вы знаете Как грубо говоря Савана Здесь пасутся Слоны Антилопы За ними охотятся Львы Там Гиены Гепарды Бегают Зеленая Травка Все Та-та-та-та-та-та Создайте Там пустыню И все эти Гепарды Антилопы Ностороги Слоны И прочая Живность Сразу же Вымрет То есть Создайте В организме Нормальную Среду Которая Поддержит Вашу жизнь Но в то же Время Не поддерживает Излишками Вот этих Всех Паразитов Потому что Как правило От этой Вот Сладенькой Жизни У нас Начинается Ангины Так сказать Наверное Молочного Много Употребляла Ангины Начинается Вот эта Вот Грязная Кровь И Пошло Пошло Что эти Уже Микробы Начинают Вить Под себя Гнезда Целые В виде Опухоли А потом Мы удивляемся Что такое В 21 Году Переболели Ковидом Впоследствии Было Море В итоге Артрит Ног Пальцев Рук Избавилась Перчатки На руки Носки На ноги На ночь И все ушло Ну я так понимаю Перчатки какие Уриновые Наверное Были Все ушло Как правило Что бы я еще хотел сказать Что вот Вроде бы мы Почистились От этих Паразитов Все То есть Ну Нормальненько Но Знаете Избавиться От них Довольно таки Трудно Можно Знаете Явно Так сказать Раз Но знаете Как Как подполье Как подполье Они там Где-то существуют И как Только Создаются Какие-то Там Условия Или человек Забросит Все эти Вещи Они Тут Как Тут И начинается Видите Какие В итоге Артрит Ног Пальцы Руки И так далее Перчатки А почему Артрит Вопрос А почему Вот если Раньше Это была Ангина Явно И ясно На значит На мягких Тканях Все это Там Было То когда Начинается Работа По А тем более Если еще Человек Принимает Антибиотики По Удалению Вот этой Разного Рода Гноеродной Инфекции Микропаразитов Этих Грибков И так далее И так далее И так далее Что они делают Они начинают Прятаться В Сухожильную Ткань Куда Не доходят Ни антибиотики Ни естественные Противопаразитарные Там Средства Типа Там Керусина Типа Значит Тройчатки И ряда 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 Других Естественных То есть Они там Знаете И тихо Мирно Там Грубо говоря Живут Не Не показываясь Но как только Ситуация изменилась Вот это Произошла Там Слабина А не Перчатки Избавились Перчатки На руки И так Далее Носки На Ну и Скорее всего Это как раз Уриновые носочки У парина Урины И так Далее То что Не любит Вот эта Зараза Но Хондроз Шейно-плечевого Очень мучает Можно делать Компресс Глину На моче Можно делать Делайте И используйте О том Как работает Глина На моче В своей Книжке Я говорил Делайте Применяйте И плюс Опять таки Помимо того Что вы что-то Внешнее Делайте Внешнее Это одно Вы должны Опять таки Внутри Создать Душняк С этой Инфекционной Шобли Грибковой Гноеродной Там и прочее Душнячок С помощью Той же Трочатки Там Допустим Еще там Каких-то Средств Тмин Очень хорошо Тмин работает Тмина Вот То есть Изнутри Снаружи И плюс Плюс Опять таки Посмотреть Чтобы у вас Не было там Подпитывающей Инфекцию Пищи То есть Сладенькая Тара-та-та-ра Па-та-та-та-та-та Все это Сократить И тогда Все будет Нормально Вообще-то Молодец Анна А так Смотрите Что было бы Я просто Сейчас Скажу Значит Залечили бы Вот этот Аллерголог Вот эти Вот это самое Годами Пить лекарства А их же Надо Выводить Это бы Почки Пострадали Да Далее Вот это Вот Фиброма Ее порезали И естественно Вся эта Обстановка Остается Там Возникла бы Новая фиброма Опять Была бы Операция Фолликулярная Великолепно Когда ты Здоров И она Внутри Тебя И ты Чувствуешь Просто Радость Вот Ты Чувствуешь Радость Это бы Все Гену Избегури